Где лучше слышится? Речевой процессор или слуховой аппарат? Всем привет, с вами Даник. Почему я поднял этот вопрос? Дело в том, что в современном мире люди до сих пор спорят, что лучше iPhone или Android. Однако у глухих тоже есть своя конкуренция, и это речевой процессор и слуховой аппарат. Да, они разные. Большинство глухих до сих пор негативно относятся к речевым процессорам. Но на самом деле речевой процессор так плохо. В этом видео мы поднакомимся с человеком по имени Антон, у которого такие же показания, как у меня. А именно, родился в УСИМ и четвертая степень благоухости. Но он носит слуховой аппарат, который, кстати, недавно получил. Но мы увидим в сравнении, где лучше слышится у Антона с помощью слухового аппарата или у меня с помощью речевого процессора. Давайте вначале объясню, в чем разница между ними. Что они из себя представляют? Слуховый аппарат – это внешний слуховой протез, который помогает компенсировать легкий и умеренный нарушение слуха. И он с помощью вклада широко вставлялся в ухо. А речевой процессор – в немецкохлеарный аппарат. Это слуховый протез, который шертично вставлялся внутрь уха во время хирургической операции. Вот так выглядит этот виплант. Он может помочь компенсировать глубокие нарушения слуха у пациентов. Напомню, слуховый аппарат компенсирует легкие и умеренные нарушения слуха, а вот речевой процессор – глубокие. Для установки кахлеарного випланта требуется проведение операции. В зависимости от степени нарушения слуха, она может лезть от 60 минут до 3 часов. И с помощью его можно наносить речевой процессор. Как и слуховые аппараты, так и речевые процессоры имеют множество моделей. У речевого процессора такие модели – RONDO, SONET и SAMBO. Эти модели речевых процессоров относятся к компании MODEL. У слуховых аппаратов очень много моделей, и я не могу подобрать точный список, так как это индивидуально по степени снижения слуха. Тем не менее, я нашел в список самых популярных моделей слуховых аппаратов – KIO, LINKS, ENSY, SKY и KEY и так далее. Надеюсь, я правильно произнес. К сожалению, я не могу показать фотографии или видео тех моделей из авторских прав. Суховые аппараты перевелись в 1878 году, когда Вернер сделал первый электрический суховой аппарат по принципу телефона. А в 1875 году Энгербок и Эрвин Хохмайер начинали разработку кахлеарного фланта в Венческом техническом университете. А в 1878 году появился первый кахлеарный имплант. И с помощью него появился первый заушный аудиопроцессор, ну или речевой процессор. А сейчас современный имплант выглядит так. И с помощью его носят вот такие процессоры. За диагностику выбор и настройку сухового аппарата не придется переплачивать. Цена зависит от типа устройства – цифровые и дорожные аналоговые. Страны, где услуги по уходу со суховым аппаратом стоят гораздо дешевле. Это Австрия, Польша, Турция и Южная Корея. А установка кахлеарного имплант, включающая диагностику, операцию, реабилитацию и обучение за рубежом обойдется как минимум в 20 тысяч долларов. Такие страны, как Турция и Южная Корея предлагают эти медицинские услуги по более низкой ценам. В то время, как Германия, Испания и Израиль по более недоступки. Теперь вы знаете о речевом процессоре и шлуховом аппарате. А теперь перейдем к эксперименту. Мы решили провести интересный эксперимент. Моя жена Александра будет говорить что-то позади нас, а мы должны угадать, что она говорит. Так мы можем понять, где лучше свыситься. Через шлуховый процессор или через шлуховый аппарат. Хочу напомнить, у Антона такие же показания, как и у меня. А именно, родился в ГСИМ и имеет четвертую степень тугоухости. Он даже учился в шлуховом школе, как я. Давайте смотреть. Рубашка. Телефон. Зонт. Зонт. Потом мы подумали, у Антона Женова аппарат на правой стороне. И может поменяться местами, чтобы ему лучше слышать. Мы так и сделали. Лето. Лето. Запах. Ремонт. А также попробовали на фоне музыки. Получится ли нас слышать четко или нет. Ноутбук. Ноутбук. Костюм. Костюм. Машина. Машина. Книга. Книга. Делайте сами выводы. Я ни в коем случае не хочу критиковать суховым аппаратом. Да, суховый аппарат тоже достижение для человечества. Но мое мнение, что суховый аппарат только для умеренных и легких нарушений слуха. Но если у вас или у вашего ребенка есть глубокое нарушение, то я рекомендую вам выбрать речевой процессор. Я на себе это испытал, каковы носить суховый аппарат и речевой процессор. Поверьте мне, до того, как мне впервые надели речевой процессор, я никогда в жизни не слышал пинни птицов по утрам. Не смог нормально звонить по телефону. Шумно, компания общалась с людьми. Если у вас есть дополнительный вопрос по поводу речевого процессора, то вы можете обратиться в офис компании вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь. Вы можете перейти по QR-коду в офис Беларуси, России или же в самой компании. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Я буду очень благодарен, если вы поставите лайк, подписывайтесь и расскажите своим друзьям. И тем самым вы поможете мне развивать блог. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»